Я хочу с вами поспорить, уважаемый Сергей Михайлович. Добрый день, дорогие друзья. Мне кажется, что вот эта борьба, которую мы, вот сейчас говорим, мы боремся, у нас сейчас вражда, у нас сейчас борьба, хорошо, очень, так сказать, эмоционально говорила Карина. Но мне кажется, что мы, ориентиры у нас не те. Мы боремся с зелеными, а мы должны бороться со своими, которые нас дискредитируют. Вот если бы после того, что показали по телевидению вот эту историю, если бы вот сообщество дрессировщиков поставило тут же вопрос дисквалификации. Ведь если что-то произошло, к примеру, с военными или там в милиции, их снимают ординасти, их снимают звания, а мы начали защищать. Да кто это снимал? Да без разрешения, да это было давно, да это еще что-то. Вот таким образом, у меня полное ощущение, таким образом мы неправильно себя ориентируем. Конечно, то, что мы сегодня увидели у американцев, ну никогда у нас не будет таких возможностей, такие вольеры, такие прогулки с животными по городу, такие парки, в которых они, так сказать, прибывают. У нас другой опыт, у нас другие цирки, у них нет таких цирков, как у нас, у них нет таких зданий, но у них, вот у американцев другие возможности, у нас свои, у нас свои традиции. Вы знаете, много лет проработав просто, так сказать, чиновником и потом оказавшись с артистами на гастролях, я поразилась тому, как к выступлению относятся животные, как они переживают. Вот я готова, так сказать, вот это все эти рефлексы, которые Павлов открыл, готова поспорить. Я видела, что они слушают музыку, они созредоточены, они ждут выхода, они нервничают, они переживают. Они счастливы после того, что они слышат аплодисменты. Вот как это не видеть, как это не рассказать, как это не обнародовать? Мы все время говорим относительно того, что там, как мы их содержим. Да они счастливы некоторые животные, ну правда, когда вот эта музыка и эти аплодисменты, и этот зритель. Они такие же люди, они такие же артисты. Но если мы хотим жить лучше, а ведь, посмотрите, все делается для того, чтобы люди жили лучше. Такие животные должны жить лучше. Они тоже на это имеют право. А у нас, как вот было, только стало хуже, с моей точки зрения, потому что вы, мои уважаемые, я действительно преклоняюсь перед нашими артистами. Но когда вы хватаете, не успев, вот выступить с манежа, хватаете своего детеныша и бежите фотографироваться, и еще зрителю в руки даете, и еще... Вот у меня ощущение такое, что опять-таки потеряны ориентиры. Вот потеряны ориентиры какие-то. Ведь этого раньше никогда в русском цирке, в советском цирке этого не было. Вот эта вот экономическая гонка, потому что не хватает денег на то, на другое, на третье, заставляет вот так вот поступать. Со своими питомцами. Которых вы, конечно, любите, которых вы, конечно, бережете. Но которых вы, тем не менее, используете. Итак, уважаемый наш мэтр, что такое, как можно подводить какую-то базу под слово «гуманность»? Как можно искать ему, так сказать, в уголовном кодексе? Расскажите, как это может быть. Ведь это же существует, как можно подвести гуманность, гуманная дрессура, доброта, человечность. Это вещи абсолютно, так сказать, должны быть понятны тем, кто занимается этим. Здесь не надо подводить законную базу. Здесь должно быть движение души. И только это. И потом, если мы говорим о защите, то вы посмотрите, мы не можем игнорировать общественного мнения. Дорогие друзья, вот они такие-сякие. Я вам расскажу один случай, который был у нас на гастроле в Германии с Павленко. Займу еще ваши две минуты. Просто потому, что мы с зелеными столкнулись лицом к лицу. А поводом послужили наши артисты. Марица Запашина и выступала в Монте-Карло. Мама, я имею в виду, старшая. Да. Все это отсняли. Отсняли за кулисами. Отсняли выступления. Отсняли ее разговоры с рабочими. Это не было специально сделано. Это был монтаж того, что происходит в Монте-Карло. И когда это все начали показывать, это вот это, это вот это и так далее. Мы к тому времени уже два года отработали. Однажды, прямо во время выступления, после первого номера, со всех сторон, со всех сторон проходов, в Манеж выскочили люди, взялись вот так руками в круг и прекратили наше выступление. После второго номера. Что меня поразило? Что ни один человек в зрительном зале не запротестовал. Не сказал, что мы купили билеты, что мы пришли смотреть, что вы нам здесь устраиваете. Сорок минут они дискутировали. Сорок минут требовали, чтобы Павленко выпустил своих животных. Причем куда, спрашивается. Сорок минут. Ну, вообще. Сорок минут Альтов, директор цирка, их, так сказать, уговаривал, рассказывал и так далее. А зрители сидели молча. И никто не имел. Когда даже я предложила, что мы сейчас вообще их выгоним за руками. Сказали, вы что, не трогайте. Они имеют право. Они имеют право. Вот. Возвращаясь к этому, хочу сказать, что после того, что их оставили на второе отделение, и когда они увидели, что у Павленко, кроме маленькой палочки, ни шамбарьера в руках, ни крюков этих, ни длинных палок, ни бронзбойтов рядом, ни оружия, а только, так сказать, высочайшее мастерство, все закончилось. Мы шесть лет поработали. За шесть лет это был единственный случай. Значит, мы можем, мы можем не пропагандой, не борьбой, а своим высоким качеством, мы можем все-таки ставить не то, что людей на место, а привлекать к себе сторонников. А у нас получается так. Вот сейчас появился цирк Дюзалей, вот они, понимаете ли, там за деньги, за пропаганду, они сейчас вытесняют наше искусство, да, товарищи. Но это просто, я извиняюсь, Сергей Михайлович, вы же прекрасно знаете, что уже лет 30, если не больше, в Финляндии мы посылали номера без животных. Мы формировали программы в Англию без животных. Мы формировали программы в Швецию без животных. К нам приезжал, к нам приезжал замечательный цирк Ранкали без животных. Что за событие произошло такое, что вот они приехали, и вот они нас заставляют, давайте их отсюда вытеснять. Я вам тоже могу рассказать. Понимаете, я вам тоже могу рассказать. Зачем же вы говорите полуправду? Зачем вы говорите полуправду? Понимаете, вот это вот все, вот эти вот слухи, сколько миллионов денег, дали, за то, за все. Это рассчитано на тех, кто не в курсе. Заканчивая свое выступление, я хочу, да, я хочу призвать вас, дорогие друзья, внутри себя. Вот мне нравится, что сейчас мы остались сами, мы можем откровенно говорить. Вот Виктор Кудрявцев там участвовал у вас где-то, а ведь медведей не пускают в Европу после Кудрявцева. После Кудрявцева. Понимаете? Ведь мы боимся друг другу сказать правду в лицо. Нам неудобно, потому что мы сами иногда позволяем себе не совсем корректные вещи. И мы боимся, что нам скажут, а ты как? И так далее. Но если мы хотим, чтобы развивалось и в дальнейшем шло вперед и вверх наше неповторимое нигде искусство дрессуры животных, какое было всегда в русском цирке, то мы должны искоренить у себя сегодня вот эти негативные тенденции, которые порочат русский цирк. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ